вот это бревно дубовое буду сейчас подготавливать снимать кору снимать потому что дольше сохранится дуб земле просто земле даже не буду бетонировать промажу отработкой засыплю песком у меня там земля песчаная плюс остался песок с колодца старый цемент на дно простоя не один десяток лет для деревни пойдет для города конечно делалось бы более что-то красивое основательное но на деревне самый раз толщиной столбик толщиной примерно диаметром 20 сантиметров а в некоторых местах даже больше будет служить верой и правдой вот так вот еще если видно окорять еще и окорять с одной стороны он обрезанный сюда буду набивать доску хороший брус чтобы поднять забор повыше потому что сами столбики длиной 2 метра закопаю на 80 сантиметров останется метр двадцать это маловато не для забора я хочу повыше где-то метр восемьдесят делать и наращу от земли еще один брус сосновый вот где-то пятерка толщиной шириной где-то 15 по моему и это будет у меня как бы вертикальное основание а дальше буду прибивать деревянные доски вот и что-то лепить в общем как то так буду дальше работать заточу ножик попробую снять этим ножиком старым на котором еще написано сыр с другой стороны масло сниму кору остатки вернее коры чтобы была древесина чистая и быстрее что проверим насколько острым подключил нож режет нормально теперь топор топор не очень но пойдет вот это помидор я понимаю свой домашний сладкий супер перекушок немножко дальше буду работать что последние штрихи поснимаю оставшийся кору буду промазывать затем отработкой приготовить яму а потом уже когда будет столб установлен я его конечно еще и пошлифую для красоты так сказать ну а пока задача снять кору для того чтобы столб меньше гнил в земле рубанок я не использую потому что ну вот потому что вот так нужно и рубанок конечно все это нужно купить у меня его честно говоря пока нету я имею ввиду электро рубанок ножом тоже принципе прекрасно снимает кору всю задача ведь просто снять кору а не сделать его красивым буду закапывать но сначала выкопаю я бы и и обработаю бревно отработала девять кошечка какая-то принесла мышку показать мне молодец что буду грузить столбик неохота мне его тащить я его лучше повезу на после этой вот дачке поехал я приехали будем промазывать отработкой вот приготовил сейчас буду обрабатывать похоже на нефть принес еще один буду промазывать сразу два сейчас замечу на 90 на 80 буду закапывать на 90 промазывать вперед это так ну что промазываем и торец не жалею че работка мне досталось бесплатно поэтому можно мазать тщательно все пусть впитывается промажу следующий столбик и начну копать яму это будет середина ширина пролета буду делать ширину пролета два с половиной метра этот столбик я уже в копал на прошлой неделе поехали дальше так от середины отмечаю расстояние два с половиной метра вот так вот примерно и копая следующую яму земля легкая легко копается хорошо нету корней деревьев кустарника камня песочек это даже очень очень хорошо ширину ямы делаю примерно 40 сантиметров так как диаметр столбиков у меня по 20 оставляю по 10 сантиметров с каждой сторон стороны для трамбовки для засыпания землей а на дно ямы вот уже выкопал яму на дно ямы высыплю старый цемент годичной давности уже не будет ну что торжественный момент установка долба дубовые столбики нелегкие но это и хорошо не будут быстро гнить трамбуем дно предварительно выставил сейчас по уровню и буду засыпать и трамбовать проверю дополнительно по отвесу хотя что тут проверять это же не колонны небоскреба это всего лишь столб деревенского забора нормально пойдет и продолжаю трамбовать закапываю еще один столбик и на сегодня пока все продолжу на следующих выходных всем пока